И вы знаете, что скоро, буквально через год, в 2017 году, компания Reflame будет праздновать свой юбилей. И я не знаю, слышали ли вы, нет, что принято в Reflame к юбилею компании делать новое звание, а желательно и не одно. И очень многим директорам, новичкам, менеджерам в своей команде я подарила мечту. Я обожаю дразнить, я обожаю совращать. Что я обожаю? Я обожаю людей заставлять, чего-то хотеть в жизни большего. А Reflame – это больше, чем ты ожидаешь. Но вы знаете, вот в Reflame сбываются не просто мечты, а еще сбываются мечты, о которых вы не мечтали. Вот я вам хочу сейчас тоже всем подарить мечту. Когда компании было 40 лет, основатели компании, они являются правой рукой королевы Сильвии, да, королевы Швеции Сильвии. И, естественно, с, как это, с позволения ее величества, королевы Сильвии, компания Reflame устраивала гала-ужин в Нобелевском за месяц дворце Сокгольма. Понимаете, люди жизнь отдают для того, чтобы придумать какое-то достижение, чтобы туда попасть. А у нас с вами есть возможность у всех попасть. Вот я знаю, что еще ничего не объявляли, ничего не известно. Но когда я попала на ужин в Нобелевский зал, когда у меня появилось там первое украшение там с бриллиантами, потому что я понимала, что я иду ужинать с королевой, я не могу какие-то там пластмассовые фигнюшки там одеть. Да, то есть это было незабываемо. И в конце нам вышел Магнус и сказал, встретимся через 5 лет на 45 лет компании. Ребята, как вы думаете, что сказал Магнус, когда в 45 лет мы встретили самые лучшие лидеры мира, 500 человек, в этом Нобелевском зале, королевы из Швеции Сильвии. Что сказал Магнус? Он, конечно же, сказал, до встречи на 50-летней компании. И вы знаете, я вот вам хочу пожелать, чтобы каждый из вас сегодня свой список желаний дописал, чтобы вот побывать, поужинать в Нобелевском зале. И почему здесь стоит еще цифра 15? Потому что именно в этом году, да, мы с компанией такие идем на говногу, моя команда будет праздновать 15-летие. И для меня это будет такая большая веха. И я, конечно, очень хочу показать хорошие результаты к этому 2017 году. Для меня это очень важно. И результаты не только свои. Для меня это как бы сегодня второй план. Для меня показать результаты вас, ваших новых людей, да, новых менеджеров, бриллиантов, золотых директоров. И это для меня, ну, как бы сегодня такая цель. Я иду к ней прям вот маленькими шашлочками, потому что я вижу четко, что это может быть. И у нас вот такой проект. У нас называется он «Перезагрузка». Мы объединились совершенно как бы параллельными ветками. Мы все, правда, полежайски. И вот ведем тоже вебинары, осваиваем онлайн. И как бы делаем все, чтобы к юбилею компании у нас были результаты. Ну, и как бы я не удивлю никого, что вы понимаете, что сейчас как бы кризис, и что мы, приглашая людей, сегодня говорим, о чем мы говорим вообще, вот когда даже здесь, в Москве, да, людей сокращают повально. Я живу в городе Чехов, это маленький городочек. И вот буквально сегодня была встреча, и директор спорткомплекса Олимпийской говорит, я за месяц сократила 80 человек. Представляете, 80 семей остались без работы, 80 детей, как минимум, а может быть и 160, как бы, может быть, даже не получили новогодние подарки, или, ну, как бы, что-то гораздо меньше. То есть кризис, он с каждым днем только усиливается. И поэтому, когда мы сегодня делаем предложение, пожалуйста, вспоминайте не только о каких-то мелких моментах, там дисконт, или какие-то акции, или какие-то чемоданы. Но я уверена, что ваша команда не делала бы такие космические результаты, если бы вызвали людей там только на простые вещи. И, вы знаете, вот я такую поставила себе задачу, я, ну, анализировала, как сейчас изменился рынок за последние полгода. Потому что в моем окружении очень много людей, предпринимателей. Я вижу, как они из одного здания переезжают в другое, там, более дешевое. Кто-то закрывает офисы, кто-то разоряет. И я разговаривала, и просто понять, чтобы понять о том, о чем сегодня с людьми говорить. И я просила и обычных людей, и предпринимателей, я задавала простые вопросы. Слушай, скажи, пожалуйста, вот 2015 год, ты вообще почувствовал, что сложнее ли стало деньги зарабатывать? Что нужно делать сегодня, чтобы вот тот доход, который ты имеешь, его не потерять? А можно ли что-то такое сделать в кризисе, для того, чтобы этот доход вырос? От кого сейчас зависит будущее твоей семьи? Что дает тебе твоя работа? Есть ли у тебя гарантия, что ты завтра на своей работе или в своем бизнесе получишь тот же самый доход? Знаете, это правильно составленные вопросы, вопросы, которые позволяют отвечать там не да, не знаю, односложно, а вопросы, которые позволяют моим собеседникам чуть побольше раскрыть. Потому что мне же задача какая? Слушай, что люди говорят? Поэтому вот эти вот вопросы, они помогли мне в первый уровень зарекрутировать очень мощных таких людей, то есть притянуть в команду интересных, совершенно новый пласт даже предпринимателей и обычных людей, которые занимают какие-то посты, которые в жизни уже состоялись. И вот посмотрите, что люди отвечали. Люди говорили о том, что обычные люди, да, сейчас говорят, что стало вдвойне сложнее зарабатывать те же самые деньги, что нет никаких гарантий, я в любой момент вообще без работы могу остаться. И люди говорят, вот на третий пункт, обратите внимание, надо мне найти еще одну работу, и в этом году я сто пудов никуда не поеду, ни в какой отпуск, и я в этом году буду работать без выходных. Это для того, чтобы сохранить, ведь говорю, аж прям мурашки, блин, бегут по стене. Это только для того, чтобы сохранить тот доход, который человек имел в 2014, да, в 2015 году. Работа – это тупо деньги, больше ничего. Я ни на что не влияю, и вся моя жизнь как бы относится только к работодателю. Но вы знаете, я хочу сказать, что ответы предпринимателей меня потрясли, может быть, не меньше, чем обычных людей. Когда люди, которые пришли, которые уже изменили свое мышление, которые преодолевали трудности, там, как бы, разного рода, да, то есть взяли ответственность. И они сегодня говорят и отвечают так. То есть я во многих глазах увидела тоску, я во многих глазах увидела реально страх и разочарование, потому что они уже не загонишь их на обычную работу от звонка до звонка. Но они сегодня тоже не видят выхода из этого кризиса, да. Сейчас почти нереально получать тот же доход, как и вчера. Мне приходится сокращать сотрудников. Я не могу, как бы, увеличить свой доход, потому что мне нужны либо дополнительные инвестиции, да, какие-то там сайты, какие-то еще что-то, которые в итоге меня могут и разориться. Я сейчас, как бы, выжму какие-то деньги, вложу и вообще останусь безо всего. Вот, поэтому люди говорят, что я без помощников, без тех буду работать 24 часа в сутки. И это действительно наводит на какие-то мысли. И смотрите, что отвечают наши предприниматели. И, вы знаете, ответ на первый вопрос о том, что любой бизнес сейчас вести, в том числе бизнес МЛМ, неважно, в офисе или в интернете, однозначно важнее. Да, сейчас нужно работать только не больше, а эффективнее. Сейчас другие технологии. Сейчас нужно позволять тебе, как бы, другими мыслями, ну, как бы, вообще рассуждать, да. Только я решаю, сколько я могу зарабатывать, да. Только я решаю, кто будет моим партнером и какой доход я буду позволять. И, вы знаете, я вот сделала вывод, что только предприниматели Арифлейн вообще ногой двери открывают и абсолютно уверенно смотрят завтрашний день. И вот я хочу поделиться с вами, что вот я многим сегодня говорю, там, в своем окружении, что я сегодня живу с предвкушением. Не со страха, а живу с предвкушением. Потому что, да, впереди юбилей, впереди... Конечно, как бы в нашей стране у нас все не предсказуемо, мы вообще не знаем, что дальше. Но если мы говорим об Арифлейне, если мы говорим об этой компании, то абсолютно наш партнер настолько конкурентно способен, настолько идет в ногу со временем, что, ну, нет вот ни одного пункта, который бы меня разочаровывал или ввел в какое-то сомнение. И так, ничего не зависит от меня, все зависит от меня, но нет никаких гарантий. Только я определяю свое будущее, да, и я могу повлиять на него. Вот, поэтому... Почему? Вот есть пару аргументов, как бы, которые... которыми хочу поделиться. Вот мы живем в Чехове буквально, ну, полтора часа, там, час-десять езды на Гинск. Да, и вы знаете, какое производство открыли, и я не буду рассказывать. То есть, может быть, даже ваша команда приезжала на экскурсию, да, все там открыто, можно посмотреть. Но вы посмотрите, какие планы в компании. То есть, если в 2015 году 20 миллионов позиций декоративки было выпущено на этом заводе, и 8 миллионов средства личной гигиены, да, мыльно-рыльные, как мы шутим, то посмотрите, кризис, все плохо, все стоят. Но почему-то шведы на 1 миллион позиций больше запланировали декоративной косметики. Знаете, кризис губной помады, когда женщины, пусть у нее в холодильнике мышь удавилась там, да, пусть кофточка там не новая, но помада должна быть всегда в косметичке, и никто не будет знать, что у меня в холодильнике лежит, да. Вот, поэтому наши с вами вот эти товары широкого употребления, они сейчас будут наоборот, как бы обороты набивать. И 23 миллиона, посмотрите, компания запланировала в 3 раза увеличить, в 3 раза увеличить производство, да, средств личной гигиены. И когда помада, которая выпускается в Ногинске, я вот так представляю, женщина в Бразилии берет нашу с вами помадку, открывает ее, на ней написано Made in Russia, и она гордится, когда на конференции в Абудабе говорили про завод в Ногинске, про планы, которые шреды по развитию этого производства озвучили, да, какие инвестиции и так далее, то, ребята, весь мир скачил, скачили китайцы, скачили бразильцы, скачили индонезийцы, и стоя хлопали, что вот такие вот компании делают инвестиции, вот такие планы. Поэтому, ребята, у нас тылы офигительные, просто офигительные. И поэтому, ой, кстати, это я просто так как-то сделала, да, вот когда запускали, как это, вот эту линию, то нам с Лизой подарили вот такие гели для душа, именные, где написано, «Важаемый партнер, вы являетесь обладателем уникального продукта, который произведен на самом крупном производственном логистическом комплексе «Арифлейм» в России, вот, одно из самых первых объектов, который получил зеленый сертификат в соответствии с самыми строгими экологическими международными стандартами. Особая гордость, что он расположен в России, производит продукты высокого качества для всей семьи. И это первая партия, видите, партия 001 и продукт номер 13. Это значит, что в филиале я занимаюсь 13-е место. У Лизы, наверное, крутой, там, будет какой-нибудь пятый, шестой, там, Лиза, какой у тебя номер геля? Вот, это вот такая шутка, действительно, это, это «Арифлейм», это «Ногилский», это здорово, мы растем. Что же, как бы, от нас, как от партнеров ждет компания «Арифлейм»? Конечно же, она ждет, что мы будем не только продвигать бизнес, как бы, но и продвигать продукцию. Но вот те продукты, которые они нам за последний год предложили, да, за последние годы, я считаю, что это практически новый «Арифлейм». Когда сегодня иногда я разговариваю с людьми и задаю им вопрос, а вы слышали про «Арифлейм?»? Да, я даже был когда-то, а я такая, знаете, когда только не сказали, что было, или знали, или слышала, я говорю, подождите, а вы в каком «Арифлейме» были? Где косметика была? Да, о, да вы что, сейчас уже другой «Арифлейм», у нас сейчас еду мы продаем, да, у нас сейчас аптеки свои. И вот хотела поделиться, меня буквально в том году приглашали в другую теперь страну, да, на международный такой семинар, а это называется «Белоруссия», да, теперь, ну вот, так вот я была в Белоруссии, по законодательству Белоруссии, у них не продают «Велнос» в заказах, как у нас с вами, только через аптеки, да, и там, по-моему, 17 аптек в Минске, которые продают «Велнос». И я, вы знаете, как бы, вот кризис, никому ничего не надо, денег нет, «Велнос» дорогой, потому что у белорусов там вообще так, так как бы, такая нищета. И вы посмотрите, как бы, я сначала пришла, никого нету, потом смотрю, как бы, к открытию аптеки собирается народ, и когда я в 10 часов увидела очередь, человек 300 в аптеку, у меня просто, вы знаете, у меня был шок. Вот, и еще один такой прикол, ну, как бы, даже не прикол, а интересный такой момент, что они все стоят, люди мимо проходят, вот так вот смотрят, ну, представьте, в наше время очереди, вот, и когда они подходят, а по белорусскому законодательству они не имеют права рекламировать, более того, если вот человек подойдет и посмотрит, как бы, у сотрудника спросит, там, что они покупают, он говорит, ничего, нельзя, там, это закрытая информация, это закрытая, а представляете, что про это нельзя говорить, нельзя говорить, что там продают, а представляете, что такой человеку нельзя, если нельзя, значит, он очень хочется, и вот, я представляю, что вот эти очереди, это не будет такой, как бы, крутой рекрутинг, там, идет у них, это просто что-то, поэтому, представляете, какой у нас Арифлейн, какая дикая популярность очереди за велносом в аптеке, поэтому, ребят, все зависит от вас, вот вы, как бы, запустите этот механизм, У вас должно быть видение, у вас должно быть жига, жига, желание. И, конечно же, под педячую попу долом не подсунешь, поэтому надо действовать.